Все чакры — это сгустки энергоинформационные. Они в себе содержат знания обо всём абсолютно. Намерения других людей, чувства пространства. И, конечно же, чакры очень сильно влияют на нашу телесную физическую оболочку. Тело становится мощным, сильным. Оно становится здоровым, оно становится сияющим. Чакры непосредственно повелевают в какой-то степени сознанием человека, который живёт в этой жизни. Приветствую, Сайрам, друзья. Мы продолжаем наше увлекательное путешествие с Имрамом Гирием. Приветствую, Имрам. Приветствую всех. Приветствую тебя, Святослав Джейм. Сегодня мы будем окунаться в очередную абсолютно бесконечную тему. Я предвижу, что в будущем у нас будет ещё много виденое по этому вопросу, потому что тема чакры. Один из самых фундаментальных вопросов вообще в практиках йоги. И действительно поистине бесконечный. Не знаю, как твой опыт, но я, например, с радостью могу так сказать, что я в своей жизни, общаясь с людьми очень далёкими от эзотерики, от йоги, понимал, что люди знают, что такое чакры. То есть это сейчас настолько известное слово. Чакры, да, семь чакр. Другой вопрос, что даже опытные практикующие подчас не понимают, что такое чакры, но как минимум само по себе слово чакры, да, и то, что их семь каких-то энергетических точек, позвоночники в голове, сейчас знают, ну, очень много людей, даже далёких от йоги. Я, на самом деле, думаю, что это такая типичная два пара йог уже наступила, мы уже всё-таки уходим от калий йоги, уже начинается информация действительно прорываться, даже если туманно. Итак, чакры. Давай сразу я, так сказать, начну с такого вопроса. Насколько… Это вопрос, он основан на абсолютно, так сказать, реальных таких вот моих беседах с разными людьми. Вопрос о том, насколько чакры вообще объективно существуют, или же это, в общем, просто такая условная выдумка йогов. Я сейчас поясню. Может быть, ты соприкасался с такой точкой зрения, но я соприкасался, что типа на самом деле чакры не существует ни в позвоночнике, ни в головном мозге. Но вот если вы верите, что они есть, значит, они есть. Вот если вы начинаете с ними работать, ну, значит, вот вы что-то там делаете. А вообще объективно, вот семь чакр, пять из них в позвоночнике, две в голове, вообще вот объективно ничего такого нет. Вот как ты можешь прокомментировать такую точку зрения? Ну, давайте начнём с того, что чакры – это с санскрита колесо. Это вращающаяся сила. И большинство людей знает, что чакры находятся в определённых местах. Люди знают, как Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна и Сахасрара. Это общеизвестное понятие о чакрах, название чакр. Но на самом деле их гораздо больше. И я бы сказал, что их 64 вообще на самом деле. Что такое чакры? Это завихрения энергетические. Это энергетические некие такие с виду, как колёса, как круги, как сферы, где сконцентрирована энергоинформационная составляющая человека. И центральные, главные чакры, они находятся там, где я вначале перечислил, Муладхара, Сватхистана и так далее. Общеизвестные – вдоль позвоночника. В йоге мы их рассматриваем как 6 или 7 чувствительных спинальных центров. Вот теперь обрати внимание, спинальные центры – есть понятие. Значит, это больше психофизический аспект. То есть в реальности чакры, они очень тесно связаны с нашей биохимией. Я бы сказал, что это биополярная психическая составляющая, которая находится в наших структурах, в структуре наших тел. Как минимум, это начиная с тонкого, допустим, там, высокоастрально-духовного тела, затем на эфирный план, переходящий в физическом сконцентрированном. То есть для меня чакры – это проекция астрального мира. Это такое общее понимание. Конечно же, как ты правильно заметил, эта тема очень-очень объёмная, обширная, и одного видео недостаточно. Но вводную составляющую, я думаю, для людей мы сможем сегодня передать, чтобы люди имели элементарное понимание. Чакры очень связаны с нашей психической функцией. Чакры очень связаны с нашим психоэмоциональным телом. Чакры связаны с нашим энергетическим телом, которое ближе к физическому. Это эфирный план, допустим, более тонкие тела. И, конечно же, чакры очень сильно влияют на нашу телесную, физическую оболочку. Всё это оболочки тел населяют все эти оболочки одно большое энергоинформационное тело, которое мы считаем атманом или высочайшим сознанием. И оно каким-то образом, излучая именно из себя, из вот этого сгустка энергии, излучая ту силу или энергоинформационную составляющую, образует вот эти завихрения во всём теле, из которых потом постепенно, поэтапно материализуется, кристаллизуется телесная оболочка. Вплоть до наших самых грубых частей тела. Это кости, допустим. Волосы, кости, ногти, образно. Теперь, что вообще из себя представляют чакры с точки зрения того, что мы можем понять? Допустим, представим себе, что у нас сейчас нет никакого понимания о йоге. Есть просто интерес к чакрам. Как мы можем обнаружить эти чакры? Как мы можем понять, что они существуют? Если люди сейчас обратятся к анатомическому справочнику, телесный, такой анатомический справочник, медицинский обычный, и возьмут картографию человека, человеческого тела, с точки зрения нервных окончаний всего тела, а есть такая карта, то вдоль позвоночника они увидят огромное скопление нервных окончаний по этапно-пошагово проходящих вдоль позвоночника до самого верха головы. То есть мы видим, что от нижней части туловища до головы, но на карте показаны нервные сплетения, причём они дистанцированы друг от друга. Как раз в районе этих нервных сплетений, сгустка этих нервных окончаний, как раз располагаются чакры. То есть нервы или нервные сплетения — это энергоканалы, которые на физическом плане выглядят как нервные пучки. Но они очень тонкие. Так же, как вода является очень тонким элементом или субстанцией, которая очень близка уже энергии. Она становится плотной, когда она превращается в лёд. И вот, скажем так, энергоканал, да, он стал более материально проявленным, превратился в нервные сплетения. А нервные сплетения в конечном итоге дают импульсы для жизни, передают проводимость электричества, скажем, да, сохраняют или обеспечивают. И дают то, что называется сигналами. Это, конечно, достаточно такое поверхностное, может быть, очень неточное объяснение этого всего, потому что это требует действительно погружения в этот вопрос. Но, тем не менее, если люди, допустим, изучат справочник медицинский, те же карты человеческие, они чётко будут понимать, где находятся эти чакры. Во всяком случае, они могут предположить, что именно за ними или на этом уровне они находятся. Вот. Теперь, если мы говорим о психической составляющей, она связана не только с ментальным планом, она связана с эмоциями человека. Психика и эмоции очень связаны. И йоги давно говорят о том, ситхи, давно говорят о том, что чакры непосредственно повелевают в какой-то степени сознанием человека, который живёт в этой жизни. Ну, к примеру, если, допустим, предположить, что кто-то видит тонкий план, видит, допустим, световое тело человека или плазменное тело, он может видеть ауру. На сегодняшний день есть приборы, которые видят ауру. И есть приборы, которые уже фиксируют вот эти скопления этой энергии, сгустки этой энергии, как раз в тех местах, о которых я говорил чуть ранее. И видя, что человек, например, обладающий спокойствием, вдруг запереживал, у него меняется цвет ауры. И у него начинает доминировать в той или иной местности его тела, скажем, топографии, какая-то часть этой чакры становится более ярко проявленной. То есть это говорит о том, что он, например, проявил сердечную чакру, то есть он люблён в кого-то или излучает это чувство любви. Либо гнев, допустим, да, манипура чакра стала активной вот в этом месте, в области солнечного сплетения. Это говорит о том, что эти центры глубоко связаны с нашим тем, что называется психоэмоциональным планом. На физическом плане чакра, допустим, Муладхара, она обладает определёнными способностями. Вообще все чакры определяются как сверхспособные. Все чакры — это сгустки энергоинформационные, но они в себе содержат знания обо всём абсолютно. Это моё глубокое убеждение, это мой личный опыт, потому что ты знаешь, что я, допустим, в меньшей степени уделяю внимание, поскольку работы очень много, материалам извне. И в большей степени я прочувствовал себя или те знания, которые имею на сегодняшний день, я получал непосредственно из медитации или из внутреннего состояния. И, кстати, в этом как раз непосредственно участие принимают чакры. Потому что чакры, как сгустки энергоинформационного плана, они в себе содержат знания обо всём, как я уже сказал. И на семинаре как раз я говорю о том, что благодаря вот этой чакрической среде мы можем познать, что происходит на физическом плане, на эфирном плане и так далее, вплоть до самых высоких миров. Конечно, утончённость сознания с каждым разом всё больше и больше проявляя себя, она позволяет увидеть очень тонкие изменения в структурах нашей Вселенной. И это не физическая только Вселенная, это духовная Вселенная в первую очередь. Потому что чакры, по сути, это духовная проекция духовных миров. Но в них есть информация о том, что происходит непосредственно и нашей любимой физической Вселенной. Потому что люди, по сути, обычное сознание людей, оно очень сильно зацеплено за физический мир. И, кстати говоря, когда сознание человека становится плотным, когда его ум становится жёстким, да, это образно, то есть когда он сильно становится заматеризованным, то чакры перестают так работать, как они должны были бы работать. Это очень важный момент. Прошу обратить всех на это внимание. Если мы хотим стать более тонкими, более восприимчивыми к тонким процессам нашей Вселенной, быть в резонансе с Матерью Вселенной, нам надо обязательно утончать свою природу, делать ум подвижным. Делать ум подвижным не в смысле его безудержного стремления туда или сюда, а подвижным в точке зрения его тонких восприятий. Но это связано с нейронной сетью. И, конечно же, это связано с практикой йоги в первую очередь, с практиками крия-йоги. Это делает человека более быстро проходящим эволюционные этапы. Поэтому на сегодняшний день чакра – это очень важно. Ты совершенно прав в том, когда ты говоришь, очень важная часть йоги, практически, ну, наверное, 90% йоги на сегодняшний день, да, вот с точки зрения духовной составляющей, связана с чакрами. Почему? Потому что на начальном этапе есть же несколько уровней понимания йоги. То есть есть базовый принцип йоги, первый, где о чакрах еще человек, может быть, ничего не знает, только слышал об этом. То есть знание не как информация, а просто он слышал об этом. Второй, скажем, достаточно серьезный рубеж, когда человек проходит, это йога уже продвинутого курса, где человек встречается с теми переживаниями, которые связаны с его центрами, то есть на нем начинает пробуждаться мир, в его внутренний мир, он становится более восприимчивым к этим тонким процессам. И третий продвинутый совершенно уже высокий курс йоги, йоги высокого пути курс, он связан с тем, что вы уже непосредственно, погрузившись в эти сферы, в это духовное нечто, занимаетесь трансформацией этого всего, для того, чтобы выйти еще выше, уже и раствориться. То есть мы должны пройти сквозь эти чакры, мы должны пройти сквозь эти миры. Как бы это грустно или печально не выглядело, но большинство людей не могут подняться выше Муладхара, Сватхистана и Манипура чакр. Это большая проблема с точки зрения духовного роста, потому что есть привязанности. Эти чакры в себе содержат информацию, как я говорил, знания, возможности, но они также являются узлами. И эти узлы надо раскрывать, их надо развязывать. А развязывать узлы мы не можем, если мы не знаем технологию, как это сделать. Ну вот, в частности, в крии-йоге, нашей с тобой, оно дает непосредственное понимание, это практика, каким образом мы разбиваем эти узлы, разрезаем их, если хочешь даже. Это делается через определенные крии. Пример. Все люди знают, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Да, вот физическое высказывание. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Все привычно считают, что чакры действительно обладают этими цветами. Базово возможно и так, но я видел чакры в разных цветах по-разному. И я сталкивался с информацией от некоторых мастеров, да и общался с некоторыми мастерами, достаточно продвинутыми, конечно, не достигшими, может быть, на тот момент ещё реализации, но очень высокими мастерами, которые говорили, что это всё не так на самом деле. Что младхара чакра, да, возможно, она красная, но в некоторых случаях она может быть синей или даже чёрной. И всё меняется. Меняется в зависимости от того, каково состояние сознания человека. Ну, например, красный цвет можно так испачкать, что он превратится в коричневый, а коричневый может стать чёрным, да. И наоборот, красный цвет может настолько быть чистым или огня может быть настолько много, что он в конечном итоге превратится в оранжевый, а потом в жёлтый яркий. Это связано с состоянием сознания человека. Но базово можно посчитать, что да, это инфракрасный первый, но то до, ты, наверное, знаешь, что чакры, они соответствуют всем планетам. Все планеты соответствуют всем цифрам от 1 до 9, да. Это базовый. Все чакры, все планеты, все цифры соответствуют цветам базовым. Все цвета, планеты, чакры и цифры соответствуют минералам, полудрагоценным и драгоценным. Это астрология. И все эти, скажем так, развернутые знания, они обретаются в момент, когда человек практикует. Ну, конечно, можно вычитать в астрологии эти взаимоотношения, леса отношений, можно вычитать в каких-то других юридических источниках, но это будет отдельно взятой информацией. Когда вы внутри себя практикуете, вы начинаете понимать, каким образом все взаимодействует. В качестве примера могу сказать, что муладхара чакра, она отвечает за жизнеустойчивость человека. Жизнеустойчивость связана с его здоровьем физическим. Если человек слаб физически, значит, его муладхара не получает должного количества энергии. Идет утечка. Утечка может быть по разным причинам. Это может быть кармическая причина. Конечно же, все есть кармическая причина, но тем не менее. Он может, допустим, принести эту информацию, кармическую негативную, с прошлой жизни и отрабатывать в этом воплощении. Он может по дороге в этом воплощении получить какую-то негативную реализацию, совершить действие и получить такой результат. Так же есть еще причина, которая связана с потусторонним влиянием. Хотим мы того или нет, верим мы в это или нет, мы живем с огромным количеством существ в этом мире. Нас очень много, действительно. И эти тонкие существа, как правило, они нуждаются в том, чтобы себя выразить через человеческое существо. Потому что именно человек обладает такой способностью осознанно действовать. И у него есть свобода выбора. Ни у одного живого существа на этой земле, скажем, да, в этом пространстве у нас 8 миллионов 400 тысяч живых существ на сегодняшний день, видов и подвидов. Ни у одного этого, у этих существ нет такой важной составляющей, как свобода выбора. Их Бог не наделил, не наградил этим. Бог не дал эту свободу выбора даже ангелам. Можешь себе представить, насколько человек возвышен в этом смысле и насколько он может низко пасть, используя неправильно свою свободу выбора. И в этом участие принимают чакры. Потому что в чакрах записана и негативная составляющая, и позитивная. То есть все его переживания, опыт прошлых жизней, чем он занимался, с кем он общался, кто-то ему нравился, кто-то не нравился. Например, человек может встретить другого, и он говорит, что-то не нравится мне этот гусь. Ну вот не нравится он мне. Ничего вроде такого не сделал, но что-то в нем не то. Вы знаешь, я чувствую. Откуда это возникает? Да, можно сказать, что у этого человека интуиция на данный момент, она развита, и он чувствует намерение людей, допустим. Но зачастую эта информация идет из прошлого. Эти люди уже виделись, кто-то кого-то обманул, кто-то кому-то что-то не додал, либо они как-то конфликтовали, и вот он пришел с этой информацией, встречает снова, чтобы наладить отношения, чтобы его чакры уплотнились в хорошем смысле, стали лучше, энергоинформационная составляющая более-менее подчистилась. Но просто ему этот человек не нравится, он не знает почему. А есть люди, которые говорят, слушайте, прям душа компании, прям вот очень хорошая такая. Да, он его помнит, просто не осознает этого. Это все в чакрах записано. И зачастую, когда человек занимается практиками продвинутой техник крия-йоги, таких как гуру пранан, например, он раскрывает центры, он раскрывает эти спинальные чувствительные центры в направлении высвобождения этой информации. И на фоне правильного практикования и высвобождения этих центров происходит объединяющая такая волна или энергоинформационная составляющая, объединяющая все чакры в направлении принципа единства. Вот, кстати, забегая вперед, скажу, что адвайта-веданта или состояние недвойственной йоги в сознании невозможно, если между чакрами есть провалы. Это невозможно, если между чакрами есть конфликт и есть дистанция. Например, такая в крии-йоге высочайшая техника крии, как прана-крии, когда мы вдоль позвоночника работаем и выстраиваем центральный канал сушумна, она позволяет человеку войти в состояние недвойственной йоги только благодаря тому, что она разрезает все узлы чакрические и объединяет все чакры. Это я просто наперед забегаю. Говорю о том, что божественный сосуд или сосуд тросцентральной энергии, о котором я часто говорю, он как раз-таки связан наполнением этих энергий уже объединенных всех чакр, как единое целое. И когда мы практикуем, мы стараемся практиковать так, чтобы мы чувствовали единое целое от пальцев ног до макушки головы. И это будет одна большая чакра, которая уже в себе как одна матрешка содержит очень много-много-много всего не конфликтующих между собой и центров. вот такой вот момент. На физическом плане могу сказать, что, допустим, ладхара чакра, если она в должном количестве энергии, если она чистая, если она хорошая, если человек контролирует эти процессы и он занимаясь, наполняет эту чакру, то она дает долголетие, она продлевает жизнь, в ней оджаз хранится, то есть это жизненно важная сила, которая, в общем-то, должна растрачиваться людьми, если должна, в нужном направлении правильно и очень аккуратно, потому что жизненный цикл может быть сокращен. И этим заведует младхара чакра. И, кстати говоря, недаром же не просто так в младхара чакре божество Ганеш, он там находится, так он же ведь открывает все возможности. А если у человека младхара чакра слабая, то какие он может возможности иметь, они будут весьма малыми. Что в теле происходит, когда младхара чакра допустим насыщена? Тело становится мощным, сильным, оно становится здоровым, оно становится сияющим, от него исходит аромат, приятный всегда аромат, то есть это тело оно потеет и оно потеет амритой, понимаешь, когда чакра на самом деле обладает вот этим мощным потенциалом духовной силы. Это не просто энергия, это духовная энергия. Сватхистана, например, открывает возможности в понимании и чувствовании восприятия психических центров человека, как ни странно. Психический центр здесь, но Сватхистана внизу, ну каким образом? Мы все эти чакры, между собой они все связаны, и мы все эти чакры пронизываем своим одним сознанием. И получается, что, допустим, Сватхистана, человек, который насытил Сватхистану, контролирует ее, который живет праведно, который не растрачивает свою энергию попусту, не гневается и так далее, он становится спокойно чувствующим. Намерение других людей, чувство пространства, его вкусы становятся очень чистыми, он начинает чувствовать, где какая, допустим, еда, ну скажем, уже там попахивает, хотя для обычных людей ничего такого, ну многие люди едят мясо. Например, ты сейчас проходишь по улице, ты чувствуешь не просто запах шашлыка, допустим, а ты чувствуешь запах как из крематория, это же разные ощущения. Ты понимаешь, что здесь трупный запах, но для людей это вкус, это вкусно, они едят это, к сожалению. Вот человек, который утончается в этих центрах чувствительных, недаром они чувствительные центры, он становится изощрённым во всех аспектах, он становится чувствительным, тонким, утончённым, он становится очень творческим, ну и так далее. Ну вот смотри, действительно это очень важно, то, что ты своим большим очень глубоким ответом действительно подтвердил очень важный на самом-то деле йоговское представление о том, что чакры объективно существуют, то есть это не чьи-то фантазия, это объективно существующая духовная анатомия человека и те, кто говорят, что чакры, например, нет, что это просто мы так придумали и условно работаем, да, точно таким же образом можно сказать, что печени, почек нет, это анатомия физического тела, и чакры, это по сути анатомия тонких тел, то есть это, так сказать, в общем, абсолютно объективно существующая вещь. И ещё один вопрос, который ты уже осветил, на самом деле, я тоже хотел его задать, но ты уже его осветил о том, что есть такая распространённая уже йоговская такая внутренняя точка зрения, что чакры существуют только на каузальном астральном мире, но на физическом их нету. Но на самом деле, когда ты начал говорить об вообще нервной системе, структуре человека, вполне физической, да, ты же предложил людям посмотреть на анатомию человека, вполне физическую, то мы видим, что так же, как энергетические каналы, так же и, по сути, свои чакры, они, в общем, это, так сказать, некие точки, которые вполне-вполне физически проявлены. Это, кстати говоря, на самом деле очень важно. Именно потому, что чакры проявлены в том числе физически, именно поэтому энергетика, или лучше сказать энергоинформационная составляющая чакры может влиять, например, на здоровье, да, мы уже вспоминали о нём. Но есть ещё один важный момент, высшая богореализация, которая называется на санктрите «шива сороку самадхи», когда идёт уход вспышки света, как это возможно? Потому что и чакры, и каналы, они проявлены в том числе физически. Значит, в какой-то момент происходит в том числе трансформация именно физического тела, так называемый уход в радужном теле, или, так сказать, просто великие махатмы, такие как Горакнат, Махатар Бабаджи, Падма Самхава, живут в золотых телах. Мы их называем золотые тела, хотя они не золотые, но, в общем, потому что все чакры, в том числе каналы, проявлены в том числе физически. Вот это на самом деле очень-очень важно. И ты уже начал упоминать такую тему, она у меня тоже в списке моих вопросов была, это тема цвет. Ну, на самом деле цвет чакр, и это действительно очень здорово, что с одной стороны это и объективно, и субъективно, то есть и да, и нет одновременно. В разных направлениях кри-йоге, в общем, к цветам чакр относятся по-разному. В линии йоги Ромаэха, к которой я больше принадлежу, мы рассматриваем чакры как светящиеся точки или шарики, или светящиеся вихревые некие образования, то есть мы не рассматриваем цвет. И когда меня спрашивают, а можно ли, например, медитировать таким образом, видеть цвет, и ответ, который я повторяю от йоги Ромаэха, он заключается в том, что если это вам помогает, то используйте, но вообще это не часть наших техник. И давайте еще раз чуть-чуть, так сказать, сконцентрируемся вот на этом моменте. Смотри, есть радуга, так сказать, священная радуга, и она соответствует, казалось бы, чакрам. Красный, оранжевый, желтый, зеленый такой, изумрудный, голубой, индигой, фиолетовый. И в то же самое время действительно, Дэн Грамм упомянул, что вообще-то говоря, вот в тонком пространстве, если мы тонким зрением начинаем рассматривать чакры, чакры, сюрприз-сюрприз, могут быть другого цвета. Ну вот смотри, предположим, если какая-то чакра у кого-то загрязненная, она становится, условно говоря, не голубой вишуд, какой-то там грязного цвета, это я уже как художник художнику, или, скажем, желтый, может быть, чистый, может быть, грязноватый. Хорошо, ладно, это я могу понять, но как ты можешь прокомментировать, если, например, там принципиально может быть другой цвет даже, то есть не то, чтобы чистый цвет или загрязненный, там, например, с Вадистана оранжевый, чисто оранжевый или грязный, да, там, анахата, зеленый, изумрудный, чистый, зеленый или загрязненный, но как ты можешь прокомментировать, если такое, может быть, хотя ты вкратце это упомянул, что вообще-то, может быть, совершенно другие цвета. Ну, встречный вопрос, А как можно прокомментировать то, что наше солнце, нами всеми любимое, желтое, а на самом деле синее? Солнце ведь синего цвета. Опять же, сейчас об этом ученые говорят. Но мы его видим желтым. Почему мы его видим желтым? Да потому что есть очень много фильтров. Этот фильтр — это наша атмосфера и так далее, вплоть до ноосферы и все такое. Соответственно, чакры — это тонкоматериальные проявленные виды энергии. И в реальности, допустим, взять аджна чакра, она считается индиго, синий индиго, к примеру. Но в тантра-йоге чакра аджна воспринимается как чакра черного цвета. Почему? Потому что эта чакра связана с пустотой. И там матушка Кали присутствует в этой пустоте. А матушка Кали — это черного цвета. То есть все зависит от того, что мы пытаемся увидеть, понять. Или все зависит от того, в какую сферу вот этого бытия сознание наше попадает. Если мы говорим по пустоте, то пустота не может быть какого-то там зеленого цвета, отдельно взятого, или оранжевого. Пустота — это всенаполняющее нечто, которое воспринимается нами как абсолютная тьма. Но эта тьма настолько наполняя в себе все, настолько мощно присутствующая, излучает все, что она из себя представляет, то мы можем видеть этот цвет на самом деле. Поэтому в йоге, в реальности, в йоге мастера не говорят о том, что визуализируйте красный цвет. Излучения могут быть разные. Спектр излучения зависит от частоты. Частота может поменяться, и цвет тоже поменяется. Потому что частота вибраций, скорость может быть выше, может быть меньше, инертная, более высокочастотная. И, соответственно, цвет меняется. Если мы говорим о том, что мы видим оранжевый или лиловый, красный, розовый видим, это же все разная частота. И частотные характеристики, они в себе содержат информацию о чем-то. Поэтому любые цвета, которые мы видим, они в себе несут информацию. И у нас, ты знаешь, есть даже целая наука, цветотерапия, звукотерапия, потому что там частоты меняются. Поэтому в йоге не рассматриваются мастерами цвета как конкретно шаблоны. И когда мне задают вопрос, такой же, как и тебе, можно ли визуализировать молотхару красного цвета, я говорю, не отвлекайте себя этим. Ваша задача чувствовать чакру, ваша задача переживать эту чакру. Ваша задача, как ты правильно говоришь, просто видеть там свет. Пусть этого достаточно. Какой он свет, это возникнет уже в процессе практики. Потому что, допустим, в качестве примера, медиум, либо ясновидящий, их, конечно, нет практически таких направо-налево, как сейчас считают. Потому что ясновидящие – это высокодуховное существо. Но в основном медиум или, допустим, человек, обладающий некоторыми экстрасенсорными способностями, паранормальными, допустим, он видит ауру человека. И хорошо обученный экстрасенс, он учитывает, через что он видит эту ауру. Он говорит, у вас, допустим, голубая аура. Но в реальности она может быть зелёная. Он говорит, я вижу у вас голубую ауру, потому что я не учитываю, или наоборот, учитываю то, что я вижу сквозь призму своей ауры, вашу. То есть, когда, допустим, у экстрасенса аура зелёного цвета, а у человека голубая, он должен понимать, что он видит через свою. Если он будет смотреть на его ауру человека, не учитывая свою, его аура этого человека, на которого он смотрит, может быть, допустим, бирюзовой, либо какой-то другой. Нужно всегда учитывать, через что ты смотришь на это. Нужно всегда учитывать, через какое состояние переживания в данный момент у человека, через что он смотрит на, допустим, свои центры. Поэтому правильнее будет, как ты сказал, как мастер твой йоги Рамаях говорил о том, что достаточно видеть просто горячий шарик или горячую сферу. Можно это видеть, но лучше чувствовать. Можно представлять, да, но визуализация, как правило, скажем так, она мешает той концентрации и восприятию переживаний, потому что это больше умозрительная такая работа, это больше проекция ума. Я представляю, допустим, да, и мой ум активен. А наша задача научиться чувствовать. Поэтому я всегда говорю, что важно не видеть, а важно ощущать тот центр, где прямо сейчас находится ваше сознание. То есть переживать ощущение даже физического тела, допустим, в области Сватхистана или Муладхара Чак. Так будет правильнее. Поэтому отвечать на вопрос конкретно, какие цвета, где, я не стану, потому что они очень меняются. И всё зависит от эволюционного состояния сознания. Да, конечно, мы можем такому легче. И мы можем сказать, что давайте просто возьмём за, скажем, чистую монету, за основу от нижнего инфракрасного до ультрафиолетового. Так правильнее, да, ну то есть уму так понятно. На самом деле это неверно. У нас вишутха считается это синий цвет, к примеру, да. Но может быть он и синий. Но я его не видел синим в практике. Я видел его совершенно другого цвета. И он, кстати, опять же, чёрный, ближе к тёмному. Почему? Потому что это не тёмный, с точки зрения негативный, а с точки зрения всенаполняющий. Это цвет, чёрный цвет, он обволакивающий, объединяющий цвет. Поэтому, вот допустим, в цигун, если взять, почему почки чёрного цвета? Почему надо представлять чёрный цвет? Почки. Казалось бы, почки где-то на уровне Сватхистана чакры. Но в цигуне мы не рассматриваем чакры. В цигуне есть Дантен. Но когда мы занимаемся лечением почек, то в даосской практике, в мистической практике почки чёрного цвета, печень зелёного. Но где печень? Печень на уровне манипура чакры практически. То есть манипура чакра питает печень, питает желудок. Она как огонь. Это жёлтый цвет, символический. И да, желудок мы представляем жёлтого цвета. Селезёнка мы представляем ближе к жёлтому цвету. Но печень, которая почти рядом, она почему-то зелёная. То есть здесь очень много нюансов. Поэтому я людям советую не опираться на образы, а в большей степени научиться чувствовать центры, а не сами заработать. Потому что там, где наше внимание, там энергия. Ну, надеюсь, я ответил на вопрос. Да, 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 да. Смотри, ты упомянул одну такую очень интересную вещь. Давай сейчас мы её рассмотрим. Это соотношение божества и чакры. И так в различных направлениях йоги этому уделяется очень большое внимание, а в каких-то вообще никакого внимания. Но поскольку мы говорим, так сказать, вообще о кри-йоге, о чакрах, упоминаемые тантру и раджи-йогу, ну, в общем, вопрос достаточно важный и распространённый. Честно сказать, вот мой учитель йоги Рамаях, в линии которого кри-йоге я нахожусь, в общем, он не очень уделял внимание вот этого соотношения тильные девата божества и чакры. Он говорил, что в разных школах йоги и тантры разные божества соответствуют разным чакрам. Действительно, ты упоминал, что Набраганайша – это Муладара. Например, Анахата очень часто воспринимается как пространство Вишну, Вишудда – чакра, как Шивы. Но это так же, как мы про цвета говорили, и да, и нет. И божества там сплошны, и да, и нет. Например, есть такие шактийские направления, где вообще, в принципе, в каждой чакре живут различные шакти, так сказать, и вот они соответствуют разным видам энергии. Есть такие направления, где вообще в каждой чакре живет Шива, только Шива как Брахма, Шива как Вишну, Шива как Рудра, и пошло-пошло-поехало. Например, вот я… Ну, а еще один мой учитель по кри-йоге, на самом деле, это Ганапачи Стананда Свами, великий, действительно, божественное воплощение, живущий в Майсуре, так сказать, большой друг Сати Сайбабе. И мне посчастливилось, как такие общие семинары проходить в Ганапачи Стананда Свами, когда-то, кстати, при жизни еще йоги Рамаяха, так и, в общем, индивидуальности какие-то вещи проходить. И это было действительно здорово, что, на самом-то деле, разные направления аутентичны к кри-йоге, они, в общем, узнаваемы, на самом деле, Ганапачи Стананда Свами, будучи самым воплощением Тататрея, он обучался и у Махатара Бабаджи, и у Агастия Муни, и у Гуракнатха, вот этой науке кри-йоги. Как правило, он дает какие-то общие вещи, на такую большую аудиторию. Сейчас он начал вообще проводить семинары, знаешь, там по три-пять тысяч собирать, но там, конечно, идет совсем такой базовый уровень. Я помню, когда там было по 20-30 человек, и была возможность индивидуально, конечно, совершенно другой уровень. И вот у него есть такой зал, который сейчас чаще не используется в Ашраме, но, как раз, туда у меня есть доступ, и там огромная роспись, и там все семь чакр с биджами, картинками каких-то богинь. Вот очень такая знаменитая роспись, туда такой свободный доступ отсутствует. Но такая вот очень интересная картина. И когда-то именно вот в этом зале он тоже проводил очень много семинаров именно по кри-йоге. Итак, что ты можешь сказать, вот, так сказать, божества и чакры, что это символизирует, надо ли на это обращать внимание, насколько это объективные знания с твоей точки зрения? Ну, настоящие знания, они всегда объективны, и, конечно же, нельзя рассматривать только один какой-то градус. Да, мы должны понимать, что есть 360 градусов, и в этот объемный аспект знаний включается огромное количество всех и вся проявленности всей этой. В моей практике крия мы все-таки идем научным путем, мы идем через науку крия, йогу. Мы не рассматриваем принципы божеств, и мы не рассматриваем то, что связано с элементами, которые указывают на принадлежность какого-то бога проявленного, в какой-то, допустим, чакре, это в частности. Но мы не отвергаем это, потому что есть люди, которые, допустим, религиозно настроены, им интересно, они непосредственно читают мантры, молитвы к какому-то божеству, и для них очень важно знать, где это божество восседает, и каким образом оно, допустим, может быть воспринято, да, человеком. Действительно, центры очень чувствительные, и они не только энергоинформационные, они еще и духовные центры. И эти духовные центры, конечно же, связаны с элементами, которые являются элементами Вселенной, духовной Вселенной, и даже полубогами и богами. Когда мы говорим о том, что наше тело является непосредственно духовной и материальной Вселенной, выражением это микрокосмос, есть макро-иерархия, макро-структура, есть микро, то как раз мы учитываем те моменты, что на определенном уровне сознания, которое выражено физически как чакра или как тело, да, как части тела, сидят или восседают те полубоги, та иерархия, которая существует. Я с этим полностью согласен. Вот. Другое дело, что нам сейчас это не совсем нужно. Достаточно практиковать крия и развивать чувство любви, а бог, творец, сам все сделает, да, все, что необходимо. Потому что если человек сейчас будет, допустим, отдавать очень большое количество времени и внимания какому-то божеству, для того, чтобы перейти от одного к другому, постигая все эти моменты, он просто не успеет физически. Но универсальность науки крия как раз и заключается в том, что когда ты практикуешь универсально, то в тебе все божества раскрываются как твои личные качества. Это не значит только, что ты должен обязательно лицом к лицу встретиться с, допустим, Сарасвати, чтобы получить мудрость, получить от нее, допустим, наставления, ситхи какие-то. Нет. Она будет пробуждаться внутри нас. Это вот как мы читаем мантру и качества бога, которые заключены в этой мантре и в этой бидже. Они пробуждаются в человеческом сознании на разных уровнях. Соответственно, так мы постигаем иерархию, так мы получаем знания обо всей Вселенной, духовной и физической. Поэтому, да, я согласен, что все это есть действительно и символически это присутствует. Но некоторые люди могут сказать, ну хорошо, если Шива — верховный бог, и сейчас он находится у меня, допустим, вишудха-чакре, так а получается у моего товарища в вишудха-чакре не находится Шива? Если он находится у меня, то почему он должен находиться еще у кого-то? То есть, ум же ведь все время делит двойственное восприятие ума, такого простого, среднего ума. Оно не вмещает в себе такие понятия. Ну, например, такое понятие, хорошо, если бог создал целую Вселенную, так кто создал бога? Или где был бог до того, как появилась Вселенная? Ну, есть вопросы, на которые нельзя ответить, воспринимая просто, если бог всемогущ, пусть он создаст, как некоторые умельцы говорят, если бог всемогущий, пусть он создаст что-то, чего он не сможет поднять. Понимаешь? Это игра. Это как раз вот то, что называется ловушка ума, где человек упирается в собственное ограничение, и оно связано с его же ограничением. Поэтому эти вещи мы не рассматриваем с точки зрения обычного логического восприятия. Есть вещи за гранью ума, которые существуют. И вот за гранью ума существуют как раз уровни познания этого мира с точки зрения проявленных шакти, энергий, которые выразили себя как Шива, как, допустим, Брамма, как Вишну. Это вся одна энергия, которая выразила себя чуть-чуть по-разному. Но мы знаем, что есть Триада, что есть Тридевы, и Тридевы, они обладают своими способностями и качествами. И нельзя сказать, что Брамма лучше, или Шива лучше, или Вишну лучше. Никто не лучше, никто не хуже. Это разные виды энергии. И эти виды энергии в нас очень сильно проявлены. Но вот символически, когда они себя разным образом проявляют, мы можем понять, что внутри нас сейчас появилась способность, допустим, к музыке. Мы начинаем чувствовать звук. Мы начинаем понимать, что наш мозг развивается, что мы чувствуем что-то, что раньше не видели, не слышали. Ну, к примеру, проявляются какие-то знания. И эта некая богиня, которую мы называем Сарасвати, она таким образом проявляется в нас. И мы воспеваем хвалу, или то, что называется благодарность этой богини, которая символически для нас понятна, как некая красивая богиня, девушка с ситаром и так далее, и так далее. То же самое и Шива многорукий, тот же и Рудра, когда мы становимся очень активными, хотим подраться с кем-то и так далее, хотим добиться справедливости и так далее. в нас проявляется Бхайрава, допустим, да. Ну и всё такое. Это качество, качество этих энергий, которые выражены. Но примитивное сознание, конечно, все эти высокодуховные уровни принижает до своего и превращает это в простые какие-то качества эго-личности, которые далеки от реальности, от истины той. Поэтому, да, отвечая на вопрос, коротко подытожу, что существует, конечно же, иерархия, она вся внутри нас. Конечно, есть полубоги, которые могут явиться нам на наш зов, на наше вопрошение, обращение, естественно, это их задача, но человек, который постигает богов или полубогов внутри себя в процессе восхождения духа или сознания, это тот человек, который, не нуждаясь в том, чтобы ему прислуживали или служили, он является управителем всех этих. иерархических составляющих, потому что йог реализованный выше всей иерархии. Вот так вот я скажу. Ну что ж, хочу открыть маленький секрет нашим зрителям, что время, так сказать, нашего эфира сейчас завершается. У меня еще гигантское количество вопросов по чакрам, поэтому неминуемо мы следующую порцию этих вопросов будем рассматривать уже в следующем выпуске. я еще буду раскрывать секреты, что у нас была тоже идея снять видео одной из следующих по теме реинкарнации, там, прошлой жизни, будущее, это уже тоже передвигаем, потому что настолько ты подробно и замечательно отвечаешь, что вопросы, в общем, не исчерпываются, они как бы еще остаются, остаются, поэтому мы завершаем сегодняшнее видео, большая благодарность тебе за ответы и за то, что ты нашел время, чтобы поразмышлять на этой фундаментальной, фундаментальной темы, тема, так сказать, чакры. Я напоминаю нашим зрителям о том, что у нас с Эмрамом Гири очень много видео уже снято, поэтому смотрите, пересматривайте, очень интересно, на мой взгляд, видео, посвященное Сати Сайбаби, сложнейшей теме Мухатара Бабаджи, помнишь, у нас было очень интересное видео по Кичаре Мудро, по Самбхаве Мудро, по информационной гигиене, очень важная тема для духовных практикующих, и в ближайшее время выйдут видео, посвященные различным аспектам и реинкарнации, и мы будем продолжать про чакры, поэтому то, что мы сегодня обсудили, это лишь часть вопросов, так что смотрите в следующем выпуске. Спасибо. Сайрам. Сайрам. До следующих встреч, друзья. До новых встреч, друзья.